Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем рисовать с вами красивое платье с опахом на тонких бретельках, очень женственное, очень нежное, которое можно отхарактеризовать как коктейльное платье, платье на выход, на вечер. И в нем я покажу, как делать эффект такого шелкового перелива. В иллюстраторе это тоже можно сделать. И здесь эскиз делается на две части. Первая часть, когда мы черно-белый эскиз рисуем, на котором будет видно, что оно такое вот красивое. Но вот именно уже в цвете мы раскроем, как оно действительно классно смотрится. Берем эскиз. Эскиз можно скачать по ссылке под видео, точнее шаблон, сам шаблон. Еще другие шаблоны тоже по ссылочке найдете, у нас их на сайте много. Есть мужские, женские, детские, женские на разные типы фигур. Даже есть в позах, там разрабатываем. Все есть, смотрите, используйте. Я люблю больше шаблон для технического рисунка. Мне он больше подходит. Манекен с разметкой, здесь все видно, все удобно. Он на размер 42-44 прекрасно себя чувствует, оправдывает. Честно, уже на нем много-много всего разработано. И вот я его просто люблю и ценю. Итак, первое, с чего начинаем. У меня будет платье на бретельках, поэтому ручки я могу смело убрать. Они мне будут не нужны в данном эскизе. Так, давайте немножко смещу. Все, блокирую слой. Выбираю цвет контура черный, отсутствие пунктира, инструмент перо, толщина линии 11 см. Приближаю. Инструмент лупа, он находится вот здесь вот слева, либо кнопочка Z на клавиатуре. И начинаем рисовать. Рисовать мы будем одну половинку. После этого раззеркалим, добавим красоты в виде складочек, в виде тенюшек. И уже потом в цвете добавим всяческие красивые переливы. Здесь большой плюс, что сразу есть, смотрите, хорошие линии. Сразу все хорошо видно. И это удобно для рисунка. Я не промахнусь, то есть не будет такого, что я сейчас что-то нарисую. Оно типа, ой, мимо груди промахнулось, оно так не будет закрывать. Нет, шаблон дает четкое понимание того, что мы все-таки попали туда, куда нужно. И так как нужно, сразу вы понимаете, насколько у вас получается закрытость, степень закрытости. Так, я буду рисовать прилегающий силуэт. И платье будет отрезное по линии талии, но сверху на нем будет пришивной пояс, который будет спереди на запахе завязываться. И, соответственно, его не будет видно, этого пришивания. Но мы его рисовать будем тоже с пришивной частью. Поэтому такая вот система. Так. Сейчас мы вот так сделаем. Вот эту точку тоже можно подкорректировать и ее кривизну. Есть такая маленькая хитрость, что если вот здесь дать небольшую складочку, то будет казаться талия чуть-чуть тоньше, бедро чуть более округлым, более симпатичным. И если еще девушка, девушка, модель встанет так, что у нее одна ножка будет впереди, вторая чуть-чуть сзади, будет смотреться еще более интересно. Но мы сейчас рисуем стоящую ровно девушку, не позирующую, не принимающую, прям вот суперпозы. Поэтому будем рисовать по линиям, как должно оно быть. Но немножечко складку, которая на бедре, у нас все-таки она будет. Вот так, это половинка. Сейчас внимательно посмотрю, насколько здесь вот эта точка. Она очень важная, насколько она глубокая будет. Так, вот половинка у меня получилась. Теперь я эту разверкаливаю часть. И у меня получается вторая половинка, я ее утопляю назад, которая получилась. А вот, а не когда сейчас заливку я включу, цвет заливки, оно утонет, будет видно. Теперь делаю то, что я говорила, пришивной пояс, который будет вот здесь завязываться у меня. Так. Он рисуется поверх, понятное дело, потому что он же сверху. Но он будет пришиваться. Вот, как правило, такие пояса пришиваются по боковым швам, то есть и по спинке может быть закрепочка. То есть здесь уже у вас красиво завязывается на бант. На узел, на бант тоже вот мода меняется, на что завязывать. И пояс кроится таким образом, чтобы его можно было завязать тем или иным способом. То есть увеличенный, чтобы его на красивый бант вязать, или же, ну, для того, чтобы вязать по-другому. То есть это все тоже закладывается обычно в размер пояса, чтобы красиво он завязывался. Так, и второй тоже кончик сейчас мы завяжем и опустим. Сейчас немножечко подальше удалю. Да, вот оно платье. Возможно, надо сейчас расширить вот эту часть нам, чтобы оно получше смотрелось. Все-таки уже встали. Теперь сделаю заливку белую, чтобы у нас было видно в конечном счете, что мы нарисовали, как это смотрится. И добавлю некоторое количество теней, для того, чтобы все-таки было такое более яркое ощущение от него. Потом уже будем непосредственно на цвете делать. Немножко вот эти точки хочу опустить. У меня платье это допускает чуть-чуть. Не сильно, чтобы ничего там у нас не выпадало ненужного никуда, чтобы все оставалось на местах, но немножко опустилось. Так, что у нас будет явно очевидно по теням? Во-первых, поскольку вот здесь у нас запах, здесь у нас будет пролегать тень по линии запаха, и по юбке, и по лифу. И ее нужно обязательно обозначить. Я буду обозначать ее светло-серым цветом. Так вот. И давайте скажем непрозрачность. Ну, где-то процентов 15. Вот так она будет идти. Точно такой же тень сейчас нарисую по краю юбки, чтобы она давала вот иллюзию такого запаха, объема. Он нужен. Это такая тень, которая нам нужна. Сейчас поправлю линию мы ее. Так вот сделаем. Линию поправим. Близко всему она же должна сейчас у нас на задний план уйти. Ее не будет так ярко видно. Она уйдет вот туда, на задний план. Вот это линия запаха. Вот она. Смотрите, прослеживается. Так, еще будет некоторая присборенность вот здесь. Во-первых, на поясе вот здесь будет некоторая присборенность. И это естественно. Вот здесь будет некоторая присборенность. Тоже естественная абсолютно. Вот здесь будет маленькая тенюшечка пояса. И вот здесь тоже вот так будет идти тень То есть тонкими тенями, не складками, а именно тенюшечками Мы показываем некую форму, которая формируется И еще совсем легкие тенюшки будут вот здесь Их потом мы еще цветом поправим Но чуть-чуть здесь будет тоже тень Я их сейчас вот так нарисую И потом тонким-тонким таким прям намековым цветом Что вот чуть-чуть, конечно, пояс нам ее присборил И получилась тень Но не должна быть прям такая она густая Самым таким деликатным, мягким способом мы их нарисовали Сейчас они вот ярко-черные Мы их берем и прям совсем деликатным цветом, оттенком Сейчас зададим, чтобы они были Ну вот процентов 9, можно даже чуть меньше Вот так 5 То есть вот-вот деликатно-деликатно они там у нас присутствуют Вот получился эскиз Так, что нам тут надо добавить Сейчас мы посмотрим Выточка Будет вот так Здесь вот так Нужны они нам Вот потоньше сейчас эти линии сделаем Специально убрала цвет заливки, чтобы понять, где у меня центр груди Чтобы туда привести выточку Сейчас опять белым цветом заливаю Тонкие выточки Здесь тоже Тонкую выточку сейчас поставим Одно будет видно, одно будет не видно Чтобы она лучше сидела по фигуре Вот так Так, это белое и это белое Там еще запах у нас есть Вот Такое платье Теперь Копирую всю эту красоту И сделаем его в цвете Такого мятного Между голубым и зеленым такой оттенок Не совсем цвет морской волны Немножечко он мне больше мятный напоминает Такой оттенок Так, смотрите Это мы залили И теперь для того, чтобы Более ярко выделить Вот именно вот эти цветовые переходы Я буду тень не серым делать Как я это делаю по классике А делать именно оттенком цвета Который у меня чуть темнее А вот так Вот, видите, более яркий оттенок получается Вот его лучше видно Что еще, куда мне нужно сделать Вот сюда мне нужно тенюшку сделать Сейчас я покажу, объясню, зачем все это я делаю Почему оно более яркое получается Вот так будет тень И вот здесь еще нарисую линии света То есть мы привыкли обычно тень рисовать А тут еще будут линии пятна света Вот здесь будет два пятна света Вот здесь будет пятно света Свет Сейчас я покрашу другим оттенком Вы увидите, что будет происходить Вот, и вот тут тоже пятнышки такие световые будут И вот сюда тоже пятнышко пойдет Световое Так, и вот теперь мы То, что пятнышки света Я их выделяю И выбираю Вот, другой оттенок Теперь смотрите Эффект Размытия по гауссу Мы размываем край И вот видите, как оно происходит все Можно добавить непрозрачности Для того, чтобы было более мягко Вот, добавили То же самое теперь можно сделать и с другими тенюшками Сейчас мы их выберем Так, чтобы они нам не сливались Я это все сгруппирую Уйду в режим изоляции И выберу только тени При этом оставлю две тени, которые на запахе у нас Для того, чтобы они остались неразмытыми Очень тяжело оно, когда размывать начинает Оно потом тяжело выбирать вокруг Оно не дает такой выбор Но вот эти вот тенюшки Мне нужно убрать из выделения Вот эту нужно убрать Давай Не убирается никак Сейчас мы туда Сморпировать не надо Вот эти две заблокируем Все остальное выберем Вот они видны Вот она одна И вот она вторая Мы их заблокировали Они не будут больше выбираться Так, теперь все вместе мы выбираем И теперь опять эффект Размытие по гауссу И здесь мы не будем давать такое сильное Мы его помягче дадим Точнее более ярко Но при этом непрозрачность Все откорректируем А эти тени у нас остались Я теперь сейчас их сниму И можно и тоже такую вот непрозрачность Немножечко поправить Она будет более жесткая по линии Но на своем законном месте Вот так Вот смотрите Насколько по-другому Смотрятся эскизы С мягкими тенями Насколько они более плавучие Насколько они Более мягкие И тени можно еще немножечко Правильно сказать Утопить внутрь эскизы Чтобы они так не выделялись Можно непрозрачностью Можно еще немножко размыть И вот сделать именно ощущение Такого шелка или мягкого атласа Чтобы они были Вот они мягкие Вот они чувствительные Они не жесткие И прям вот красиво формируют Есть еще много разных способов работы Это может быть и заливка градиентом И сетчатый градиент Много-много вариантов Но это вот пример того Как можно формировать эскиз С такими вот тенями И созданием такой блестящей ткани Давайте сейчас покажу Еще можно у этой всей красоты Которую мы сотворили Поменять цвет Притом достаточно просто Так, это мы все выбрали Теперь берем наш эскиз И ему меняем оттенок цвета Притом на любой, на какой хотите Он у вас совершенно прекрасно поменяется Тоже вот она яркость регулируется Насколько это вот Будет входить Будет выходить из цвета Вот это все Тут вы и задаете Вот этот оттенок Как правило тень Чтобы более глубокая была Можно ее похолоднее сделать Вот, окей И вот видите Буквально раз-два И у нас два прекрасных паралати Которые достаточно модные Актуальные цвета этого сезона Это нежно-голубой Нежно-сиреневый Можно салатовый сделать Ну, такое вот нежное Красивое платье получилось Используйте от прем Он не идеальный В нем много недостатков Но иногда, когда хочется Вот такую Не чистую векторную тенюшку Да, которая прям так Жестким мазком Немножко с размытием Она классно работает Но, как я еще раз повторюсь Есть еще много других приемов Через новые градиенты Через сетчатый градиент Которыми можно достигать Тоже и таких эффектов И других И еще всякой феерии Потому что здесь она Немножко за края размывается Там еще можно Много всего интересного Настраивать На этом все Подпишите, что еще хотите порисовать Если понравилось видео Обязательно ставьте лайк Оставляйте свои комментарии Не забывайте подписаться на канал И поставить колокольчик Чтобы не пропустить Новые видео С вами была Чайковская Екатерина До скорых встреч Пока-пока